МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизни спасти не удалось. Курсант из Ставрополя скончался в больнице, не приходя в сознание. В этом климате любой житель согласится. Кубань попала в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности. Первые итоги экономического форума. Врач должен быть добрым человеком. Одно большое сердце на миллион спасенных расскажем о семье, которая почти два века произносит клятву Гиппократа. Найти, уничтожить, спасти. Амбициозные морские асы взялись за штурвалы, чтобы доказать свое мастерство в небе над вейском. В Польше меня маленько горбанули. Зато сам пересидел во многих тюрьмах мира. Турист нелегал из Сочи, обошел пол света и теперь готовится к поездке в Лиссабон. Понял. Пальца. Кусается, но пока не нападает. В армавирском питомнике зоологический взрыв. Пятки младенцев пощекотал и наш корреспондент. Здравствуйте, это телеканал Кубань-24, программа «Факты». Меня зовут Наталья Ткаченко. Начнем с трагичной новости из Ставрополя. Спасти жизни курсанту филиала Краснодарского университета МВД Ивану Бондаренко не удалось. Сегодня он скончался в больнице Ставрополя, не приходя в сознание. Как уже рассказывали факты, в минувший понедельник первокурсника госпитализировали со сквозным ранением в голову. Ему в висок из стабельного пистолета случайно выстрелил командир взвода. ЧП произошло в университетской столовой. Раненого парня тут же доставили в реанимацию, прооперировали. После этого он впал в кому. Подозреваемого офицера взяли под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Теперь его могут переквалифицировать. Расследование продолжается. ВУЗ также проводит собственную внутреннюю проверку. Угроза лесных пожаров нависла над Кубанией. Краевое управление МЧС объявило экстренное предупреждение в северо-западных районах края. По прогнозам синоптиков, пожароопасность будет велика на выходных и в начале следующей недели. В эти дни спасатели рекомендуют особенно осторожно обращаться с огнем. Не разводить костров, не выбрасывать непотушенные окурки, не жечь мусор. А если вы почувствовали запах дыма, необходимо немедленно звонить по телефону 01. Будьте внимательны, пожалуйста. И почти весь день было затруднено движение на ростовском шоссе в Краснодаре. Дорогу там не поделили сразу пять машин. Одна иномарка налетела на отбойник. Рядом перевернулся грузовик с хлебом. В них врезались еще три авто. Причем все участники двигались в одном и том же направлении. По словам очевидцев, без жертв в этой аварии обошлось лишь чудом. Подробности ДТП и личность виновника полицейские все еще выясняют. Итак, кстати, внимание автолюбителей. Предупреждаю заранее, завтра в Краснодаре уступайте, пожалуйста, дорогу выпускникам этого года. Вчерашние школьники отпразднуют окончание школы на традиционном губернаторском балу. Пройдет он во дворце спорта Олимп. А до этого нарядной колонной ребята пройдут от собора Александра Невского по Красной и Постовой. На этих улицах движение транспорта ограничат с половины 12 дня до половины 7 вечера. А по береговой с 6 до 11 вечера. Поэтому водителям стоит продумать пути объезда. Также лучше не оставлять там припаркованные авто, иначе их отправят на штрафстоянку. Не забывайте, пожалуйста, об этом. И к другим темам. Инвестиционный климат регионов формировать в проектных офисах. Такую идею на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сегодня предложил Владимир Путин. Президент призвал создавать специальные штабы, которые будут обеспечивать внедрение лучших механизмов по привлечению денег в субъекты. И одним из инструментов в этом направлении должен стать национальный рейтинг инвест-климата в регионах. Подчеркну. Национальный рейтинг инвестиционного климата должен стать инструментом повышения качества управления на всех уровнях власти. Особенность этого проекта в том, что сами предприниматели дают оценку состояния дел деловой среды, качества госуправления и так далее. Кстати, в этом году в таких опросах приняло участие более 200 тысяч бизнесменов со всей России. Уже звучали в ходе состоявшихся дискуссий примеры положительного состояния дел. Но, тем не менее, я воспользуюсь случаем, чтобы еще раз их назвать. Это того стоит. Это и Калужская область, Татарстан, Белгородская область, Тамбовская, Ульяновская область, Краснодарский край, Ростовская область. В улучшении инвест-климата многие участники форума видят одну из главных возможностей выхода из кризиса. Краснодарский край по уровню привлекательности признали одним из лучших в стране. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Кубань заняла пятое место. Надо понимать и признаться, что 50% а то и больше инвесторов это наши российские предприниматели и предприятия. Это очень важно. Поэтому есть они сегодня зарабатывают. А на Кубани я еще раз подчеркиваю, есть вот те сегменты экономики, которые зарабатывают. Еще раз повторюсь, это и сельское хозяйство, переработка и торговые сети. Моя задача сделать так, чтобы они размещали свои инвестиционные предложения на наших краевых площадках. И в первую очередь возможности для наших региональных производителей. Важно, чтобы деньги не закапывались, не переводились в иные регионы. Ну и сегодня на экономическом саммите свои инвестиционные намерения подтвердила и Роснефть. Она готова вложиться в развитие морского порта Тамани и участвовать в строительстве комплекса по перевалке нефтепродуктов. Трехстороннее соглашение заключили Министерство транспорта России, Роснефть и Администрация Краснодарского края. В порту создадут полноценный сухогрузный район. Он обеспечит перевалку 400 тысяч тонн нефтепродуктов в год. В рамках форума инвестиционный интерес к Краснодарскому краю проявил и Всемирный банк развития. «Заинтересовался Краснодарским краем в плане вложения в развитие сельского хозяйства. Прежде всего, в том числе, все, что связано с импортозамещением, по развитию овощеводства, садоводства в крае. Ну и наших традиционных отраслей сельского хозяйства. Это все, что связано с животноводством. Особо уделено было внимание в переговорах по восстановлению в крае свиноводства. Для нас это, в общем-то, очень важно». Деловые переговоры на форуме в Петербурге продолжаются. Завтра заключительный день работы экономического саммита. Ну а на Кубани отмечают День медицинского работника. В преддверии праздника лучших специалистов здравоохранения региона сегодня чествовали в краевой столице. В зале медики из всех районов – врачи, фельдшеры, медсестры, ветераны отрасли. Ко всем, для кого профессия стала делом жизни, обратилась и вице-губернатор Анна Менькова. Она передала врачам слава благодарности от главы региона Вениамина Кондратьева. «Для истинного врача медицина – это не просто профессия. Это образ жизни, образ мысли, если хотите. И, конечно, счастливый врач, который живет полной жизнью, который понимает, что его труд оценен по достоинству. Именно такой врач способен помочь по-настоящему. Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Берегите себя, берегите профессию, своих близких, своих пациентов. Спасибо вам за ваш труд». Ну и сегодня лучшие в своей отрасли за многолетний труд, мастерство и преданность профессии были награждены медалями за выдающийся вклад в развитие региона. Восемь человек получили звание «Заслуженный работник здравоохранения Кубани». В медицинской профессии я работаю 32 года. 30 лет в одной поликлинике. Правда, наша профессия уже стала для тех миликов, которые остались в медицине. Это уже образ жизни, потому что другого мы уже себе не представляем. Ну, среди тех, кого наградили сегодня, один из героев нашего следующего сюжета. Сергей Исаенко принадлежит к медицинской династии. Его семья спасает жизни людей уже больше века. Традицию продолжают и его сыновья. Встречаться им удается, правда, крайне редко. Очень плотный график. Но Евгения Сакмаркина смогла их собрать вместе, но только в сюжете. Больничные палаты, коридоры и операционные – это то, что Максим Исаенко видит с самого утра и до позднего вечера. То, что будет именно так, знал еще до поступления в медицинский. Вырос в семье врачей, это и определило его будущую профессию. Вел, как отец переживает своих больных, его радость, когда они выздоравливали, когда они становились здоровыми. Потом Максим и сам стал примером для младшего брата Игоря. Теперь они оба врачи-онкологи, работают в краевом клиническом онкодиспансере Краснодара. Несмотря на то, что их разделяет один лестничный пролет, видятся редко. Работа практически не оставляет свободного времени. Среди пациентов есть и те, кому помочь очень тяжело. Причины – скрытое течение болезни, позднее обращение к врачу. Жалко, что до сих пор женщины доводят себя до такого, что иногда поступают к нам с опухолью по 25-30 килограмм. То есть вы представляете, это примерно как бутылка для кулера. Естественно, приходится проводить длительные сложные операции. Но в выборе профессии братья ни разу не сомневались, так же, как их отец. Сергей Исаенко – заслуженный врач России, доктор медицинских наук. Желание работать в профессии и ему передалось по наследству. Бабушка в годы Первой мировой войны была сестрой милосердия, а после – старшей операционной сестрой в больнице. Эта любовь, наверное, к медицине пришла и к моей маме. Она закончила Ленинградский мединститут, вернулась, и она работала вместе с бабушкой. А потом, когда началась война, ну, здесь такая маленькая фотография, она прошла хирургом всю войну в госпитале, спасая, естественно, перераненных. Сергей Иванович, как сыновья, раньше работал онкологом, теперь руководит госпиталем для ветеранов войн. Полную самоотдачу и преданность делу называет принципом работы. Потому что нельзя пойти в медицину, а потом уйти с медицины. Это будет предатель. Надо или идти и понимать, для чего ты идешь, и что ты будешь делать, и что от тебя ждут. То есть надо идти на самоотдачу, на самопожертвование, может быть, для того, чтобы спасать людей. Общий медицинский стаж семьи Исаенко – около 170 лет. Сейчас на вооружении врача новейшие технические достижения. Однако главное, чтобы человека обязательно лечил человек. С большой буквы. Я думаю, что самое главное качество, которое требует профессия – это выдержанность. Всем медработникам тоже этого желаю, потому что трудно. Люди разные, ситуации разные. Я считаю, что прежде всего врач – это должен быть добрым человеком. Он должен переживать и очень часто себя ставить на место того пациента, которому он оказывает помощь. Доброта. В основном-то доброта. Нужно быть добрым человеком. Евгения Сокмаркина, Антон Калиниченко, Михаил Боеправ, Кубань-24, Краснодар. Ну а Европе скоро придется туго. Не рой яму другому. Называется экономический кризис, который возник в России. Из-за санкций обойдется Евросоюзу в 100 миллиардов евро. Подробности знает Алла Гаража. Она уже на связи. Алла, здравствуй. Наверняка пострадают-то в первую очередь люди. Здравствуй, Наташ. Да, действительно, в Австрийском институте экономических исследований посчитали, без работы могут остаться почти 2 миллиона европейцев. Ощутимый упадок экспорта в Россию и потерю рабочих мест грозят в основном Германии, Италии и Франции. Ну а тяжелее всего придется соседней Эстонии. Ну а она ведь экономически наиболее зависима от нас. Да, падение экономики там составит более чем 16%. Ну а теперь о других новостях России и мира. А тем временем в Совете ЕС без обсуждения продлили сегодня санкции против Крыма еще на год. В Евросоюзе по-прежнему отказываются признавать вхождение полуострова в состав России. Это решение уже давно согласовано между странами, а потому продляется автоматически. Напомню, мира включают запрет на торговлю с Крымом на все виды инвестиций, а также отказ в шенгенских визах крымчанам с российскими загранпаспортами. В свою очередь самолетам и судам из Европы совершать посадки и заходить на территорию полуострова также запрещено. Другим новостям. Четверо россиян погибли в ДТП в Акмолинской области соседнего Казахстана. Там опрокинулся минивэн «Пежо». В авто находилось 16 наемных рабочих компании «Газэлектромонтаж» из Челябинска. Один пассажир погиб на месте, трое скончались в больнице, остальные пострадали. По предварительной версии, полицейских водитель не справился с управлением. Далее продолжим российскими новостями. Медовый месяц для молодоженов нашей страны должен стать еще популярнее. Парламентарии предложили давать им дополнительные 10 дней отпуска. Причем оплату медовой декады также должен взять на себя работодатель. Законотворцы уверены, что такая мера станет стимулом создания новых семей, ну и благотворно повлияет на рождаемость в стране. Поправки в ближайшее время направят в Госдуму. А вот когда дело доходит до развода. Довольно необычно решил вопрос раздела имущества житель Германии. Без исключения все вещи мужчина поделил пополам буквально. Совместно нажитый решил просто распилить бензопилой, а все части бывший супруг выставил на аукцион в интернете. Теперь любой желающий может за небольшие деньги купить, к примеру, пол велосипеда, одну вторую дивана и даже часть телевизора и ровно половину авто. Ну а следующая новость на заметку родителям. Компания Лего, всемирно известная своими детскими конструкторами, решила отказаться от пластмассы. Производитель начал разработку нового биоматериала. На эти цели компания намерена потратить более 150 миллионов долларов. Своё решение в датской фирме объяснили с заботой об окружающей среде. Причём инициативу уже поддержали и в Гринписе. Ну и совсем, видимо, не заботится о своих пациентах-медработнике Латвии. История совсем свежая. Итак, пациентка одной из рижских клиник пожаловалась в инспекцию здоровья на то, что врач отказалась говорить с ней по-русски. Да, я тоже читала об этом. Причём у этого эндокринолога женщина лечилась уже более 11 лет. И врач, по её словам, прекрасно владеет русским. Однако с некоторых пор принципиально ведёт приём лишь на государственном, официально принятом в стране языке. Алла, меня удивил ответ медика. Она сказала, что прошло 25 лет независимости, и за это время можно было выучить латышский. А между прочим, это уже националистические принципы. Да, ты права. На сегодня тебе спасибо. Ждём хороших новостей. И сегодня вступают в силу новые правила дорожного движения. Они стали жёстче, но местами законодатели ослабили тиски. Или это только кажется? Так навредят изменения автомобилистам или помогут? Разбиралась Елена Сахно. Один из главных врагов автомобилистов Краснодара – эвакуатор стал менее опасным. Даже если вашу машину уже грузят на платформу, теперь есть шанс её спасти. Если вы успели заявить о своих правах, пока эвакуатор не тронулся с места, ура, вы сможете забрать авто. Ещё одно из нововведений – это штраф за возникшую буквально за ночь разметку или новый знак. Поскольку объяснять инспектору, что вы не знали, бесполезно. Теперь такая ситуация, как обещают законодатели, станет невозможной. С сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД обязаны оповещать автовладельцев за 20 дней до того, как изменения начнут действовать. Что ж, посмотрим, будет ли это работать. И ещё одна радостная новость. Сейчас, если вы забыли водительское удостоверение, мало того, что придётся заплатить 500 рублей, так ещё и машину увезут на штрафстоянку. Но по новым правилам, если у вас с собой паспорт, то дело в шляпе. Инспектор проверит по информационной базе, имеете ли вы право управлять автомобилем. И отпустит с миром. А нет, штраф всё-таки придётся оплатить. Что ещё? Припарковаться на стоянке для инвалидов будет стоить 5000 рублей. Конечно, если вас заметил инспектор. И вот тут законотворцы дали эвакуаторам разгуляться. И теперь они имеют право забрать авто со стоянки для инвалидов. Такая парковка обойдётся уже около 7-8 тысяч рублей. И напоследок новость для маппедистов. Не застегнули шлем или вообще не надели? Готовьте 1000 рублей. Раньше это правило касалось только мотоциклистов. Правда, действовать новые нормы начнут лишь через два месяца. Так что у вас есть время подучить новые правила. Удачи на дорогах. Да, учите правила, чтобы потом не раскошеливаться. Особенно это касается тех, кто откладывает деньги. Ну, впрочем, почти треть россиян предпочитают не копить, а сразу тратить свои кровные. Такие данные озвучили в Национальном агентстве финансовых исследований. В большинстве случаев, заработанного нашим соотечественникам, хватает лишь на самое необходимое. А вот из тех, кто копит средства, больше половины регулярно откладывают деньги, потому что не уверены в завтрашнем дне. Аналитики сравнили эти цифры с данными кризиса 2009 года. Так вот тогда число россиян, которые перестали делать сбережения, было почти в два раза меньше. А вот уверенности в будущем, наоборот, больше. И немножко о другом сейчас поговорим. Огни памяти зажгут на Кубани в знак скорби по миллионам погибших во время Великой Отечественной. Всероссийская акция пройдет в воскресенье вечером. В окнах жителей края будут гореть свечи. На театральной площади состоится концерт-реквием. После него на большом экране покажут фильмы о войне. А 22 июня ровно в 4 утра, спустя 74 года после трагического дня, в краевой столице начнется памятное шествие. Его участники, каждый со свечой в руках, пройдут от театра драмы до вечного огня. В 9.30 по всей Кубани на минуту замрет транспорт, остановится работа предприятий и организаций. В понедельник во всех районах края пройдут митинги и акции в память о павших на полях сражений и в тылу. И о поле сражения для летчиков. Сразу четыре российских флота собрались в Азовском море. В Ейске прошел конкурс «Морской АС». Летные экипажи прибыли, чтобы определить лучших. Состязания проходят в третий раз и становятся для молодых пилотов карьерным трамплином. Мария Николаева удивлялась и восхищалась. Осмотр машины перед вылетом Олег Благов проводит всегда. Он дебютант конкурса. В профессии всего полтора года. Служит в Североморске и планирует стать палубным летчиком. Чтобы взлетать и садиться на авианосец, нужны смелость и годы тренировок. «Морской АС» для него – возможность испытать свои силы и оценить профессионализм. Некоторый плюс к самооценке, что действительно не зря. Я вообще работаю в этом деле. Ну и естественно, что могу выполнить боевую задачу. Техника выстроена на лётном поле. Всё готово к старту. На самолётах отличительные знаки флотов. Белый медведь – северный, дельфин – черноморский. Более 20 самолётов и вертолётов с Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов собрали здесь, на аэродроме Подгейском, для участия в третьем конкурсе «Морской АС». Пилотировать их будут более 40 лётчиков. Программа конкурса в этом году сложнее прошлогодней, говорят организаторы. Выполнять боевые задачи придётся как над сушей, так и над морем. Задачи делятся в зависимости от родов авиации. Одни ищут подводные лодки, другие их уничтожают, третие спасают пострадавших. После подъёма пострадавшего из воды его передают медикам на суше. За выполнением спасательной операции следит молодой штурман вертолёта. Ему вскоре предстоит выполнить такое же упражнение в рамках конкурса. Это очень точно, то есть очень должен зависнуть. Не было, чтобы никаких хождений вокруг цели. Чтобы он и так уже терпит бедствие, а здесь ещё, чтобы не было никаких лишних движений. Малые высоты, это высший пилотаж считается. Вертолётная программа на этом не заканчивается. На аэродроме К-27 и К-27ПС выполняют синхронный полёт по квадрату со стороной 50 метров. Такое упражнение необходимо при поиске подводных целей. Тогда с вертолёта опускается гидроакустическая станция. И ошибка пилота может помешать обнаружить подлодку противника. Кроме этого, вертолётчики выполняют упражнение по высадке морской пехоты, заданную точку и прикрытие пехотинцев с воздуха. Террористы были уничтожены все, заложники были все освобождены, ранены, соответственно, были эвакуированы на трассу. И вот зону воздушного боя занимает самолёт Су-25 УТГ. Это наиболее сложный вид подготовки. Фигуры высшего пилотажа – это не что иное, как атака самолёта противника или уход от атаки. Точность выполнения программы оценивается не только визуально, но и по приборам. Они обязательно покажут, где и когда конкурсант допустил ошибку. Это те самописцы, которые стоят на летательных аппаратах, записывают параметры его все, точность выдержания режимов определённых и фотоконтрольные приборы, которые оценивают точность боевого применения, скажем так, по наземным целям, морским и так далее. То есть здесь, скажем так, нету субъективной точки зрения. Здесь именно сухие цифры получаются и определяется лучший экипаж. Сегодня целый день и вечер. Лётная программа оценивать результаты и награждать победителей будут завтра. Мария Николаева, Игорь Хошобин, Кубань-24, Ейск. Вот что за программу развернули в Краснодарской галерее? Поясню в торгово-развлекательном комплексе. Среди бела дня показались совсем не детское видео. Покупателей шокировал ролик, больше напоминающий порнографию. Кадры с полуоголёнными людьми транслировали на одном из рекламных стендов. Кто виноват в том, что кино для взрослых попало на всеобщее обозрение, невнимательный компьютерщик или хакеры, сейчас выясняют. А хозяева рекламной площадки происшествия пока никак не комментируют, но утверждают, что убрали стенд ещё в начале июня. Но ролик-то появился в сети сегодня. Отмечу, подобный случай недавно зафиксировали и в московском метро. С стараниями виртуальных взломщиков, пассажиры, которые подключались к сети Wi-Fi, лицозрели на экранах своих гаджетов откровенные картинки. А в США эротический фильм смотрели, заедая гамбургерами. Его демонстрировали в одном из ресторанов общественного питания. Спасибо, что вы с нами и продолжение истории в Адлере. Хозяевам дома, которые завис над пропастью, запретили подходить к собственному жилью. По словам спасателей, это может быть опасно для жизни. Семья из 10 человек, среди них трое детей, так и не смогла забрать вещи, оставшиеся внутри. Со вчерашнего дня ситуация на месте ЧП только ухудшилась. Здание продолжает сползать в котлован, строящийся рядом многоэтажки. В обрыв уже обвалилось несколько сотен кубометров грунта. Жильцы аварийного дома, у которых почва буквально ушла из-под ног, сегодняшнюю ночь провели в гостинице. С собой успели взять только самое необходимое. Когда им предоставят постоянное жильё, пока неизвестно. Как заявили местные власти, новостройка возводится незаконно. Прокуратура уже требовала остановить работы. Но вот застройщик уверяет, что все документы у него в порядке. А вот сочинец Александр Чубиков вообще, похоже, забыл о документах. Без визы, загранпаспорта и других каких-либо разрешительных справок он умудрился пересечь не одну государственную границу. Александр признаётся, путешествия увлекали его всегда, но осуществить мечту он решился только три года назад. С тех пор странник побывал более чем в 20 странах Европы и Азии. Помимо прочего, пришлось приобрести и опыт пребывания в тюрьмах. Ну мы в Сирию, когда попали, нам как иностранцы-то немного полегче относились, конечно. Но посмотрел, как там к своим относятся. Ходит этот охранник с этим кабель, ну провод вот такой. И ищет, кого бы ударить. Если с точки зрения природы, мне Малайзия больше понравилась. А если с точки зрения криминала, самое спокойное это в Европе. Александр пишет стихи и песни. Вдохновение черпает в путешествиях. Своим творчеством, основанным на опыте, турист делится в интернете. Прошу, пройди. Устройся здесь получше. И в кресло сядь, как в теплый океан. И выпей кофе, отогреешь душу. Ты в нем найдешь пленительный дурбан. Александр Чубиков планирует новую поездку в Лиссабон и мечтает побывать во всех европейских столицах. Что ж, желаем удачи. А вот для некоторых путешествие окончено, по крайней мере, в Анапу. Первая смена подошла сегодня к концу в детских оздоровительных лагерях. В этом году свои двери открыли более полутора тысяч санаториев. Андрей Секретарев побывал в некоторых из них и расскажет, чем же занимались дети в первый месяц лета. Сегодня в Анапе выдался пасмурный день. Поэтому вечером ребята на море не пошли. Но без дела никто не сидит. В арсенале уважатых десятки игр, конкурсов, разных квестов. Про любимые гаджеты здесь никто и не вспоминает. Больше всего мне нравится мероприятие. Мы ходим на море, что два раза ходим на море и лечение. Ходим на море, ходим на разные прогулки. А вот друзей много себе новых зовут? Полно. Мне тут все понравилось. Мне нравятся тут дискотеки. Дошло себе очень много друзей хороших. За каждым шагом этих ребят следят десятки специалистов, которые еще до открытия сезона распланировали отдых детей по минутам, чтобы времени на безделье не оставалось. Дети, когда едут к нам, они ждут от нас игры, приключений, творчества, праздника, большой игры и много общения. Это мы им просто не можем не дать. Этим летом в детских санаториях Кубани ждут около полумиллиона отдыхающих. Более ста тысяч из них приедут в главную детскую здравницу страны – Анапу. Огромное внимание здесь уделяется безопасности на воде. Специально для детей работают 35 пляжей. На них оборудовано более 200 спасательных постов, а дежурят более 600 человек. На всех пляжах – камеры видеонаблюдения. В детских здравницах Анапы одновременно поправлять здоровье могут 24 тысячи ребят. Эффективность оздоровления – 98%. Задача в этом году не менее важная. Наша задача, чтобы дети не только отдохнули, чтобы они еще оздоровились. Ну и, наверное, самое главное, чтобы, побывав в Анапе, они сказали, что здесь классно, и мы хотим вернуться сюда обратно. На подготовку к сезону в Анапе потратили более 2,5 миллиардов рублей. Значительная часть денег ушла как раз на детские здравницы и обновление медицинской базы. Но и сама природа делает свое дело. Обилие хвойных деревьев, минеральной воды, лечебной грязи, даже песок здесь особенный – кварцевый. Но выписывается лечащим врачом комплекс процедур при любом заболевании, то есть при любой нозологии, которая существует у ребенка. Это в комплекс включает не только спелеобальное лечение, но и включается и массаж, и лечебную физкультуру. Обследование в санаториях дети проходят дважды. Вначале и в конце смены. Результат, по словам медиков, очевиден. Кстати, во многом благодаря и здоровому питанию. К примеру, сегодня на ужин – жаркое по-домашнему, свежие овощи, запеканка из творога и чай с лимоном. Детский рацион подбирают очень тщательно. Чтобы соответствовали жиры, белки, углеводы, и чтобы соответствовал сырьевой набор, который положен ребенку по санпину на день. То есть мясо, птица, чтобы было в норме ни меньше, ни больше. Чуть позже будет еще и поздний ужин, где детям раздадут йогурт с фруктами. Кстати, продукты в здравницах стараются покупать местные, без примесей и химикатов. А это уже другой лагерь. Сегодня прощальная вечеринка. Найти тех, кто рад отъезду домой, тут почти невозможно. Мне очень грустно, потому что я здесь всю жизнь росла, с возраста, с 5-4 лет я здесь и каждый год. Я просто очень грустно здесь в последний год. Я бы с удовольствием сюда еще приезжала и приезжала. Самый замечательный лагерь, где я была только. А все благодаря педагогам и воспитателям, которым удалось сплотить и заинтересовать детей. Кстати, вожатых с улицы здесь нет. Чтобы стать воспитателем, нужно пройти жесткий отбор. С нами работали психологи, проявляли наши альтернативные качества, которые подходят как для воспитателей, так и для вожатого. И у нас был большой конкурс. На одно место было около 4-5 человек. В общем, первая смена прошла на ура. Многие ребята вернутся сюда еще раз в следующем году. Ну а пока неизбежное расставание и дружеские объятия. И в свете последних спортивных событий, которые, как помните, вызвали широкий общественный резонанс, как улучшить российский футбол. Задумались в Госдуме, как одно из предложений ограничить число иностранных игроков. Однако, Наташа, не все депутаты с этим согласны. Вот мой коллега Василий Широких уже просто не может молчать на эту животрепещущую тему, да, Василий? Да, аргументировали они это тем, что чем меньше будет легионеров, тем меньше конкуренция среди наших игроков. А значит, и игра-то будет хуже. Куда уж хуже, скажем. А действительно, наши-то футболи те еще мастера. Вспомни-ка, последний матч с Австрией. Так, я знаю, что в нашем крае уже с пеленок растят местных профессионалов. Кстати, сегодня отмечается Всемирный день детского футбола. Мы побывали в Кореновске, где футбол очень популярный вид спорта среди младшего поколения. И, что интересно, все необходимое они делают своими руками. Я когда увидел агрегат, с помощью которого наносят разметку на футбольное поле, я, честно говоря, немного пребывал в шоке. Но не буду все рассказывать сразу, давайте посмотрим сюжет. Эти, на первый взгляд, юные сорванцы, возможно, футбольное будущее Кубани. Всемирный день детского футбола – события значимые. Организовали торжественный парад по такому случаю. И даже песню спортивную спели. А в футбол играли на новом поле местные спортшколы. Как говорят, оно сделано по всем европейским стандартам. Правда, разметка здесь скорее по всем стандартам – российским. Красит ее кустарной машинкой. Новая профессиональная стоит почти 100 тысяч рублей. Этот же агрегат обошелся всего в две тысячи. Это старая списанная газонокосилка. Она лежала, как говорится, в гараже. Вон там на ней еще осталась наспись «Партнер». Вот. Оприскиватель. Ну, это, естественно, купили в магазине. Вот. Купили колеса в магазине, подшипники. Стокарю заказали втулочки, болты. И, в общем-то, вот так вот и не спеша собрали. Краска тоже собственного производства. Это термоядерная смесь мела, клея, ПВА и воды. Не стирается две недели. Кстати, раньше на нанесение разметки у двоих рабочих уходил целый день. Сейчас тратят два с половиной, три часа максимум. Уже и над названием машинки думают соответствующим. Глядишь, запатентуют вскоре. Назвать «Партнер два с половиной» или «Партнер два с половиной, три с половиной». Пусть люди думают расшифровывать, почему так. Пока мы рассматривали разметочный агрегат, закончился футбольный матч. Как бы ни старались юные спортсмены, победила дружба. Счет 1-1. Сыграли неплохо. Первый, ну и половина второго, ну, выигрывали 1-0. Ну, потом у нас ротарь сменился. Ну, пропустили, но ничего. Новое поле популярность в Кореновске набрало быстро. Так что порой очередь из желающих поиграть выстраивается. Насколько жесткий график здесь, поэтому договариваются заранее. Ну, бывает так, что сидят на трибунах и ждут своей очереди, конечно. Вскоре в Кореновске появится еще два поля, поменьше. Также по всем европейским стандартам, но с кубанскими юными спортсменами и небольшой районной изюминкой – собственной технологией разметки. Василий Широких, я Артем Лачко, Кубань-24, Кореновский район. Вась, ну, если честно, я и футбол – это вообще… Что-то запредельно невразумительное, я понял. Ну, о футбольных стратегиях мы с тобой сегодня говорить понятно не будем. Слава Богу. Агрегат-то тебе понравился, расскажи. Да, кстати, молодцы. Экономия колоссальная. Жаль, что в студию сюда не принес, потому что ребята из программы «Троев гетрах» точно бы обрадовались. Хорошо, тебе спасибо. И напоследок. Настоящий демографический, вернее, зоологический взрыв в Армавирском зоопарке. Один за другим рождаются малыши. Пополнение в семьях сразу нескольких животных. На днях появился дикобраз. Он только открыл глазки, зато удержать шустрого детеныша уже очень сложно. Он постоянно рвется на пробежку. Имя ему пока не дали. Дирекция собирается устроить конкурс среди посетителей на самое красивое прозвище. О, вот это наши зубы. Ой, какие зубы есть у наших малышей. А вот иголки, в отличие от зубов, у юного дикобраза пока мягкие, так что гладить его можно без опаски. К нам пришла радость. У нас появились малыши. Это все ждем год. Вот, пожалуйста, нам 4 дня. Вот так мы прикольно сидим. Родители молодцы. Все замечательно. Они оба охраняют малыша. В отличие от носухи мы самца отсаживаем, самка сама. Муж носухи Лилу, его зовут Ли, сейчас в заслуженном отпуске в поселке Новомихайловске. Папа и мама, они стали сегодня утром, родились вот такие две крохи. Заботливая мать, конечно, никого не подпускает к детенышам, но нашей съемочной группе удалось снять малышей. Но они больше похожи на маленьких крыс, лысые такие, но они такие милые. И надеюсь, они вырастут, будут такие же красивые, как мама. Со дня на день в зоопарке ждут еще одного питомца. Малыша должна родить ослица Алсу. А примерно в середине июля родителями станут и павлины. Глядя на таких крох, как тут не вспомнить про самого маленького олененка в мире. Вот его фотография. Он родился в зоопарке Нью-Йорка и весил полкилограмма при росте в 15 сантиметров. Не знаю, сколько это. Игрушечный просто. На этом пятничный выпуск завершен. Впереди выходные, поэтому хорошо отдохните, наберите сил. И снова в бой в рабочую неделю. Увидимся в понедельник. Пока. Субтитры подогнал «Симон»